Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. Я вас приветствую в проекте Joomla Sensei, урок номер 92. В этом уроке я хочу вам показать востребованный модуль, который позволяет в один клик перевести весь ваш сайт на другой язык. Сейчас демо пример у меня на английском языке. Вот здесь вот в углу я разместил модуль и повесил два флага. Перевод на русский язык и на английский. То есть я просто кликаю по флагу, вы видите менюшки на русском языке и сайт весь переводится на русский язык. Не пропустите мои топовые продукты по Joomla! Ну конечно же не считая картинок, то есть текст там где у нас на английском это у нас меняется где-то в админке. Но вот основные моменты все переводятся. И также можно обратно перевести на английский язык, кликнув по иконочке соответствующей. Давайте перейдем на демо сайт и установим данный модуль. Переходим в админку. Устанавливается модуль как обычно. Расширение менеджер расширений. Модуль бесплатный. Скачать его вы сможете на моем сайте. Ссылочка будет под этим видео в описании. Загрузить и установить. Модуль успешно устанавливается. Переходим на расширение менеджер модулей. Кликаю по ID еще раз, чтобы сразу отсорцировать наш модуль. Вот он JTranslate. Заходим внутрь нашего модуля. Позицию сразу выбираем. Позиция 7 опубликована. И сразу на всех страницах. И давайте пройдемся по настройкам. Первое это поле для суффикса класса. Второе момент это у нас выбор. То есть как отображать на сайте вывод вот этих языков. То есть можно сделать в выпадающем списке. Просто флаги. Например вот flags drop down list. То есть выпадающий лист. На ваше усмотрение делайте. Можете каждый момент выбрать, сохраниться и посмотреть как для вас будет лучше. Я выберу flags. Язык по умолчанию вашего сайта. У меня русский, поэтому здесь в поиске можно писать Russian. Следующие вот эти две опции мы не трогаем. То есть мы их не включаем. Иначе у нас сайт может не работать. Эти опции доступны в платной версии модуля. То есть у нас есть платная версия модуля. Дальше смотрим флаг сайта. Это размер самих флагов иконок. 16 если маленькая. 16 пикселей. Можно сделать больше. Я оставлю 24. Переводимую страницу. Как открыть? Если в новом окне ставим он включить. Я оставляю выключен. Также мы можем подключить google analytics. И в google analytics статистики как-то смотреть, отслеживать именно вот эти клики на наши вот эти флаги. То есть смену языка сайта. Ну а дальше у нас все просто. Мы просто включаем те языки какие нам нужны. У нас по умолчанию очень много языков уже включено. Поэтому отключаем все которые нам не нужны. Прокручиваем ниже. Также отключаем следующие языки. У меня сайт на русском языке, поэтому я оставляю английский язык. Здесь можно его включить выключить. Вот есть две такие кнопочки. Это у нас просто смена вида флагов. Я оставляю как есть. Дальше отключаем. Доходим до русского языка. Обязательно оставляем включенные. И наверное еще сделаю украинский язык. Вот ниже находим Украина. У нас стоит включено. Остальные отключаю. Вот как и сказано было. Здесь доступно 103 языка. Остальные у нас все отключены. Давайте посмотрим что у нас получается на сайте. Нажимаем сохранить. Идем на сайт. Обновляем страницу. Вот я один какой-то язык забыл включить. Вот такие у нас видите все переименовываются. Русский. Английский. Все работает. Украинский. Все у нас хорошо. Ну и заголовок этот у нас переименовывается вот здесь. Можете что-то написать или отключить его совсем. Вот таким вот образом. Вот этот язык который я забыл отключить. Теперь у нас три языка как мне и было нужно. Вот такой вот модуль. Используйте с умом. Надеюсь для вас урок был полезным. Если это так ставьте пожалуйста лайк и подписывайтесь на канал чтобы не пропустить новые познавательные выпуски. На этом я с вами прощаюсь и до нового видео друзья. Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla. Неважно. То сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием хостинг. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга. Тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй очень важный момент. Возврат денег в течение 45 дней если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС. Три года на рынке. Молодой хостинг это очень важно. Онлайн поддержка на высоте. Перейдя на хостинг вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник. Это онлайн чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены. Мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится. Служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция. Три месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45 процентов. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете. Я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь. Субтитры создавал DimaTorzok